Ответный удар попаданцев Читает Михаил Мурзаков Если реальность не совпадает с вашим представлением о ней, измените реальность. Анонимный автор из соседней реальности Пролог Когда на карту поставлена торговля, мы обязаны сражаться за нее насмерть. Уильям Питт, старший Апрель 1794 года, Англия, Лондон Даже плотные шторы на окнах непримятного особняка, расположившегося на окраине Лондона, не спасали его обитателей от кисловатого привкуса, висевшего в воздухе. Уголь приносил доход в казну, но он же и душил своим дымом жителей городов, губил шахтеров, покрывал черной пылью стены домов и мостовые. Сэр Роберт Лонгвуд недовольно поморщился и протянул руку за колокольчиком. На звонок немедленно отозвался клерк, прислуживавший хозяину кабинета. На побочные занятия, к которым наверняка относилась обязанность докладывать наверх обо всех словах и, в первую очередь, о действиях своего патрона, руководитель одной из спецслужб королевства предпочитал не обращать внимания. Как сказал бы герой одной из сказок нашего времени, дело житейское. Войдя, слуга, прежде чем добавить новое полено в камин, зажег от свечи ароматную пирамидку из Индии, которые в очередной раз входили в моду среди высшего света столицы. И положил на стол несколько разнокалиберных пакетов и конвертов, доставленных курьерами от самых разных корреспондентов, снабжавших новостями одной из лучших разведок XVIII века. Среди почты находились и свежие газеты, которые сэр Роберт начал просматривать, пока в комнате находился посторонний. Терпеть при себе соглядатое начальство — это одно. Но вот помогать ему даже в мелочах — увольте. Что привлекло внимание писак с Флидстрит сегодня? Так, они это переврали. А вот про очередной пожар на верфях подробности в изложении репортеров рассказаны на удивление правильно. Кто это у нас такой осведомленный? Надо взять на заметку. Политика. Здесь можно пропустить. Речь премьера, конечно, производит впечатление, но гораздо больше осталось между строк. Светская хроника. Ну-ка, ну-ка. Интересно. Очередной скандал среди известных фамилий новых аристократов. Весьма примечательно, что махинации выявились на весьма популярных скачках, проходящих под патронатом Лорда Дерби. Почитаем. Как стало известно, фаворит второго заезда в Аскоте, так неожиданно сошедший с дистанции в прошлый уикенд, не смог закончить гонку исключительно стараниями корыстного конюха, который польстился на взятку одного из завсегдатаев скачек. Пикантность происшествию добавляет сам факт вручения денег мздоимцу буквально непосредственно на глазах у распорядителя и уважаемых членов скакового клуба. Улики представляются настолько неопровержимыми, что последующее решение о запрете нарушителю отныне появляться на любом скаковом мероприятии королевства, принятое руководителями королевского скакового клуба, не оспаривалось никем. Нарушителем правил честной игры на королевских скачках оказался молодой человек, только что закончивший Тринити колледж в Кембридже. Его имя — сэр Уильям Конгридж. Второй баронет происходит из известной семьи, уже подарившей Англии такого выдающегося человека, как отец нашего героя, сэр Уильям Конгридж, первый баронет и генерал-лейтенант, смотритель королевских лабораторий королевского арсенала. Сэр Уильям Конгридж. В нашей истории полковник, изобретатель, с 1801 года занимавшийся конструированием и производством боевых ракет для английской армии. В мире ДП ему уже не светит создать оружие, с помощью которого англичане сожгут Булонь в 1806 и Копенгаген в 1807 годах. Тем более прискорбен факт, что отпрыск известной фамилии позволил себе пойти на поводу банальной корысти, подогреваемой отнюдь неплатоническими чувствами к некой особе, фамилию которой мы не упоминаем исключительно в силу низкого происхождения данной особы, и рода занятий, выбранного ею для прокормления. Следует с уважением отнестись к решению главы семейства, не ставшего закрывать глаза на прегрешение своего первенца. Лишь некоторая суровость наказания, по мнению некоторых достойных джентльменов, высказанным нашему репортиру частным порядком, может удивить наш свет, привыкший, что и не такие выходки сходили с рук. Хотя, по мнению редакции, именно такая реакция достойного сэра Уильяма Старшего только подтверждает незыблемость устоев нашего общества. Теперь ветреному шалопаю придется долгие 10 лет провести не только вдали от отчего дома, но и от берегов нашего острова. Вакансий для офицеров наших колониальных войск в заморских владениях всегда было больше, чем кандидатов на них. Редакция надеется, что должность лейтенанта одного из королевских полков в Канаде поможет сэру Уильяму Конгреву-младшему осознать глубину своей вины. И он не только проведет время на службе Отечеству с пользой для королевства, но и окажется способен смыть неприглядное пятно с репутацией своей семьи. Однако молодежь в последнее время слишком часто умудряется направлять свою энергию отнюдь не на праведные и доблестные дела. По заслугам получил сорванец, а его отец, что бы там ни писали газетчики, слишком проникся дурными новшествами, приносимыми нам с континента. К чему это приводит, мы наблюдаем во Франции. Лишение титула — самое малое, что заслужил бы за подобное любой наследник знатной фамилии при деде нынешнего короля. Окажись, его делишки известны свету, конечно. К этому времени почтенный джентльмен остался в одиночестве и смог без помех разобрать корреспонденцию. Ничего особо срочного в ней не оказалось. Но, тем не менее, несколько сообщений были чрезвычайно интересны. Поскольку являлись ответами на многочисленные запросы, отправленные сэром Робертом в разные части света еще в прошлом году. Отложив самый важный из писем, он встал и прошел к бюро в глубине кабинета, где за надежными замками работы итальянских мастеров хранился его личный архив. Открыв по очереди несколько ящичков, мастер тайной войны выбрал нужные папки и вернулся за стол. Так, вот и пришли известия от проверенного агента при дворе вице-короля Новой Испании. Хотя, однако, весьма печально. Та комбинация, которая была задумана практически экспромтом, но, тем не менее, сулила весьма недурственные результаты, окончилась, даже фактически не начавшись. Вздорный, но родовитый сеньор, попавший довольно случайно в штат полка, отправленного для подготовки к этим непонятным поселенцам в Калифорнии, не смог ужиться на новом месте службы. Командир как раз отсутствовал в расположении, иначе простым отчислением из рядов и отправкой в столицу лейтенант Рауль Себастьян Костадо и Рональдо явно не отделался бы. По мнению всех знавших полковника Манола, к делам службы тот относился очень серьезно и не прощал, в первую очередь, офицерам, малейших нарушений. Особенно, если таковые касались гражданских лиц. Еще осенью 1791 года упомянутый лейтенант позволил себе слишком вольное поведение в отношении одной из обитательниц поселения неподалеку от расположения своего полка. Подробности неизвестны, кроме того, что офицер был немедленно отправлен в распоряжение своего начальства с настоятельным требованием провести дознание и наказать своей властью. Заместитель командира полка не решился затевать ссору с молодым человеком, имевшим влиятельных родственников. Вот тут непонятно, как вообще с такой поддержкой за спиной сеньор Рауль мог оказаться вдали от метрополии. Теперь сэр Локвуд озадачился вопросом, почему он раньше не обратил на данный факт специального внимания. Но изменять что-то было уже поздно. Что же произошло дальше? Как уже говорилось, чтобы не обострять отношения, заместитель полковника решил вопрос самым простым для себя способом, откомандировал нарушителя ко двору вице-короля, сопроводив, естественно, курьером с ворохом бумаг, устранив причину необходимости самостоятельно принимать решение. Вполне могу понять этого майора. У Эдальго здоровые инстинкты. При дворе было не до таких мелочей. Все пребывали в предвкушении дележа сокровищ Аточи, до которых испанцы все же добрались. Жаль, конечно, что английский флот не смог сам организовать подобную экспедицию, но об этом пусть болит голова у Адмиралтейства. Им хватило той взбучки от премьера, которую он устроил лордам за отсутствие малейшей инициативы. Они даже не попытались совершить набег на место подъема драгоценного груза. Хотя, как стало точно известно, охраняли экспедицию всего три фрегата. Для колониальной эскадры Британии такой конвой оказался бы на один зуб. А моря в тех местах славятся внезапными штормами и наличием весьма предприимчивых отчаянных мореходов. Дело можно было бы обстряпать самым лучшим образом. Лишний повод задуматься, что хуже, дурак с инициативой или способный адмирал, но не умеющий видеть дальше берега Темзы. Умеющий только грамотно командовать своей эскадрой на той позиции, что ему назначило правительство. Сэр Роберт тяжело вздохнул и продолжил чтение. Чем же закончилось дело? Доверенное лицо английской разведки в новом свете проявило участие к невинно пострадавшему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова